Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Овер, и уже в седьмой раз мы будем с вами ловить читера и выставлять вердикт. Да, ребята, это CSGO Patrol. Давайте приступать к делу. Карта у нас стандартненькая, DDoS 2, подозреваемый за контртеррористов, всё правильно, за КТ. Погнали смотреть. Будем сегодня опять-таки выяснять, читерок ли наш подозреваемый или просто хороший игрок. Вот такой вот смачок он кидает своему тиммейту, за что можно уже, в принципе, кинуть ему препятствия нормальной игре. Скорее всего, так и будет. Вот. Всячески мешает своему тиммейту. Идёт 14-й раунд. Он проигрывает наш подозреваемый. Вот, сел в какую-то позицию такую на точке А и ждёт выхода. Кстати, это... Это как раз... Опа! Хо-хо! 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 Какие две головы! А вот это действительно дигл-мастер. Кто смотрел предыдущий ролик, должен понять меня. В прошлой серии у нас парень просто бегал с дигла, в основном не убивал. А здесь вот такие два блестящих хедшота. Так, выход. Давай в... Ой-ой-ой. Смотрите, как развернулся странно. Да, мог убить, но почему-то развернулся и не стал стрелять. Сейчас, наверное, опять будет слепить своих. Да. Продолжает заниматься какой-то ерундой. Я уже... Прямо сейчас могу ему поставить препятствие о нормальной игре. Действительно, таких никто не любит. Таких никто не уважает. Так, смачок, смачок. Вышел, интересно, знает он или нет. Опа! Опять голова прилетела. Так, он мне там в стиме зовут каточку играть. А я смотрю, читер или нет. Товарищ наш. Заметьте, три раза он стрелял в противника с дигла, и три раза он поставил голову. Можно как-то, да, насторожиться немножко. Вот. Ну, ждет. Как-то обычный выход на длину, там, на плент. Кажется, что ВХ у него нету. Сквозь смоку не стрелял на меду. Может быть, не хотел палиться, может быть, еще какие-то обстоятельства. Давайте будем выяснять. Я люблю, как обычно, играть в стопроцентный момент. И ни разу, по-моему, за семь серий Патруля у нас не было такого стопроцентного момента. А не, нет, было, было в бешеном читере, да, там было много стопроцентных моментов. Ну, ладно, сегодня у нас новый выпуск, новый день. Опа. А, он был ослеплен, он не видел. По-моему, не видел, да, что пропрыгнул налево парнишка. Кидает такую флешку, выходит. По-моему, ослепил опять он своего. Вот. Ну, как-то странно очень играет. Интересно, успеет они раздепузить или нет. В Т-шке прячется Терк. Видит. Увидел. Все, убил тоже в голову. Ну, как-то, ну, все по головам летит. Хедшот-мастер, можно вот так назвать будет серию. И, по-моему, он не успевает, по-моему, не успевает раздепузить. Да. Взрывается бомба, свапывается сторонами. Хорошо, прощение, свапывается сторонами команды. И бежит куда? Бежит в Зигу. В Миду есть противник. Чекает, не замечает, пробегает. То есть все успешно. Будет выходить Зигу, а Зигу принимают. То есть, смотрите, Зигу летит по головам, а с Глока нет. Ну, то есть, мне кажется, это обычный парнишка. Но я ему кину за препятствия нормальной игре, вот за эти флешки. Мне не понравилось то, что он вот так делал. Это неправильно, ребят. Вот так делать неправильно. Ой, смотрите, спину вообще не убивает. Так, ладно, добил. Неправильно кидать флешки, слепить своих, кидать смоки. Хотя, может быть, это был его друг. Такое тоже возможно. Так, друзья, типа фанятся. Но за что тогда кидать репорт? Собственно, да? Нет, нет, стрельба совершенно обычная. Стрельба совершенно обычная. Ничего такого нету. Никаких вообще... Ой. А, ну там... Ой, а как так хорошо-то вообще? Нормально. Эйс, по-моему, он сейчас сделает. Если убьет последнего, это будет Эйс. В принципе, за этот Эйс могли ему дать репорт. За... Ой-ой-ой, что-то приболел. За хедшот из дегла могли дать репорт. Вполне, вполне естественно. Вот, что... Ну, такие обычные среднестатистические игроки могли обидеться. Вот, на такие головы, что он стал... Не щекает нижнюю тёмку, а очень зря. Вот. Ну, смотрите, обычная, обычная стрельба. Никакой наводки нет совершенно. А им он даже не пахнет. Когда с дегла он стрелял, у меня были какие-то подозрения. Но сейчас нет, нет. Совершенно чистый парнишка. Вот. На зигу прыгает. Сосно он ждёт. Это логично. Вот, слышал, как тут подбегал. Нет, нет. Обычно играет парень. Совершенно. То есть, Фейн, Фея, всё нормально. Хорошо. Убивает он. Интераду. Давайте посмотрим его счёт. Он играет на первом месте. 23-12, 51-4 звезды. 51. Это счёт его. Нет. Хорошо играет парень. Просто хорошо. Хороший игрок, на самом деле. Ой, мышка какая-то вылезла здесь. Надо убрать. Скорее всего, скоро патруль уже кончится. И надо будет ставить, выносить вердикт. Будет правильнее сказать. Сгалила раздаёт. Зажимает. Нет, нет, нет. Просто хорошо стреляет. Просто пацана попёрла. Можно так сказать. Длину, наверное, упадёт. Или, как обычно, зигу. Любит он выходить зигу. Ну вот. Кидает смочок. Уже, по-моему, второй раунд подряд вот такой смок кидает. Вот. Так, авик, авик там в меду. Наверное, он будет сейчас авик выбивать. Кидает ему гранатку. Ну, то есть, стандартная позиция, стандартная, можно сказать, гранатка. О-о-о-о. Вот, видите. ВХ не было. Как жёстко. Вышел зиги. Подловил его. Вот. И, получается, двадцатый раунд. И почти сравняли. Чё-то он на ФК стоит. Скинов нет у него. Но скины это такое вот. К примеру, у меня и моих знакомых тоже нет скинов, потому что мы особо... Как бы... Не затрачиваясь по этому поводу. И денег у нас особо нет, чтобы покупать там все жёсткие скины по двадцать тысяч ножей. Ну вот, странненько. Ждал он поджим длины, когда я ни разу не ждал и не ходил. Ну, это такое. Зига, вот, опять. Если бы у него было ВХ, разве бы он шёл с Эмкой? Выходил бы... Ой, с Эмкой. С флешкой выходил бы, разве, на миду? Ну да, такое, кстати. Постоял в ФК и чё-то начал играть как-то подозрительно. Поменял вообще все свои тактики. Если сейчас спрыгнем на КТ и просто сприфлайера убивают там... А, ну, ладно. Там уже парень убежал. Где он там, на Зиге или где? А, на Б, на Б. В миду беги. 10-10. Тем не менее, уже 10-10 и... Нет. Пока не дают нам выносить решение. Ну, вроде обычный парнишка, ничего такого нет. Хорошо играет, молодец. Нормально. Так, авик опять в миду. Не попали по нему. Кидает... Видите, он кидает хорошие флешки. То есть, кидает хорошие смоки. Занимает хорошие позиции. То есть, ну, раскидывает хорошо гранаты. Он понимает, что надо делать в этой игре. Обычные читеры, они такие... Ой, немножко тупые. Они не знают, что делать там. Куда бежать. В какую позицию встать. В какую гранату кинуть. Где, как, что. А вот этот парень, он все это прекрасно понимает и прекрасно все делает. И слышал, как... Стрелял авик. То есть, знает, что авик в миду есть. Вот. Ой, как-то... Ну, видите. Не особо вышел. И все. И нам... Вот по этим моментам... Говорят, выставляйте свой вердикт. И, конечно, недостаточно показательств. Я поставлю нигде, потому что это один раз он кинул флешку какую-то. И, скорее всего, это был его дружбан. Вот. Многие так, кстати, делают. Ну, когда друзья фанятся. В общем-то, все. Ребят, всем спасибо. С вами был, как всегда, Овер. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, ребятки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok